Избили до полусмерти и отрицают свою вину. Накануне в больницу попал житель Камчатки со следами побоев и черепно-мозговой травмой. Как выяснилось в ходе личной беседы, 57-летнего мужчину 29 октября избил его работодатель и племянник последнего. Как только пострадавший пришел в себя, было написано заявление в полицию. Как удалось выяснить корреспондентам МассМедианьюз, руки распустил Вагиф Мурсалов и его племянник. А пострадал от их рук водитель Мурсалова-старшего, отработавший в компании около 10 лет. Начальник базы вызвал Мурсалов, просит, тебе зовет, говорит, так, я и туда подошел. Они в кругу были, главные инженеры и механик, и все были. И начали с нецензурными словами, я пока ответил, с разговором, я еду в Великобритании. Он даже не понял, и кулаком начал мне вливать. Я его защищаю, я стою, и меня сбоку ударит еще другой человек. Это Мурсалов-руссив сбоку. Да-да-да, пельмянник. И я падаю. Избитого до потери сознания мужчину так и оставили лежать на полу, пока он сам не пришел в себя. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Этого по каким-то причинам не сделали ни представители рода Мурсаловых, ни свидетели произошедшего. Они, кстати, также подтвердили масс-медиа историю, которую рассказал нам СМ. Он сейчас боится за свою жизнь и скрывает свое местонахождение от Мурсалова и его посредников, которые внезапно прониклись сочувствием к избитому водителю. Они ищут, говорят, так, ребята, отпускай, так. Я адрес-то не сказал никак. А вот ребятам, ты мне кого-то, найдите, пожалуйста, поговорить хотели, помочь хотели. После разговора с пострадавшим, уже перенесшим серьезную операцию и которого ожидает длительный период восстановления, корреспонденты Масс-Медиа-Ньюс связались с самим Вагифом Мурсаловым, чтобы узнать мотив его поступка. Так ли это предстоит установить сотрудникам полиции? Удастся ли строителю, который не раз уходил от ответственности по нарушениям на краевых стройплощадках и на этот раз использует свои связи, пока непонятно. Масс-Медиа-Ньюс следит за развитием событий.